и почему ты еще не на стримах л я play так я внедрился в скам тиму пикап на табор сколько заработал месяц назад сайте вышел видос не ставь не старый ну давайте попробуем погнали привет у нас будет развлечения листая скамерский форме я наткнулся на несколько сообщений с набором в тиму на антикино каян отель криптовалютный кошелек стабильный проверенный временем хороший антикинопроект я сразу понял о чем речь и добавившись прошел собеседование и проник в команду мошенников которые занимаются разводом людей на сайтах знакомств сегодня в ролике я вам покажу как там разводят как там все устроено внутри ну и конечно же сколько мне там удалось заработать интересно я должен был бороться со злом мы уже что-то подобное смотрели но не этот видос так что сейчас будет интересно как только выйдет этот ролик в пятницу вечером я сделаю у меня в инстаграме наш русский человек средний проводит в интернете 45 часов ну как и другие среди которых многие также уделяют много часов сайтом для знакомств ища там людей много часов сайтом для знакомств блин я думал играм я совершенно разных целей как вы поняли сегодня моя цель будет заработать там разводят чего холостков блин есть же сайте целые коучи которые бля этого сайт на самом деле пипец мне кажется есть некая зависимость от сайта знакомств где люди даже заходят не для того чтобы кого-то выцепить на свидание а для того чтобы самоутвердиться есть целые курсы где люди подготавливают с профили людям правильное описание для максимального матча говорят что написать куда написать там подготавливают фото сет и прочие 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 то есть ну это не просто так сделано реально такой есть да это правда такое есть я не шучу то есть там прям профессионально подготавливают твою анкету так чтобы на него клевала набоны намного больше людей вот такая вот штука да естественно все это постановые придуманный photoshop и что я-то чтоб до кого-то да вы что все придумано вот отсюда я много лет стать собирался вам рассказать про этот скан и суть у него довольно простая там не то что тема для ролика скорее для поста в телеграме кстати в наш телеграм где выходит помимо подобных вот приколов еще и посты про всякое кидалово это все для того чтобы вы не попадались на уловки мошенников и не дали попасться свои сайты для знакомства даже залупа полная что-то стоящие найти там практически невозможно но у меня был опыт смотря смотря что ты ищешь в этом дело смотря что ты ищешь можно ли на сайте знакомств найти человека с которым тебя будут отношения в целом на самом деле можно но очень тяжело а если речь например идет про про развлекалого встретиться с какой-нибудь красивой девкой чтобы переспать с ней это вообще более чем реальная хуйня вообще очень реально прям без каких-либо проблем и даже скал так что тут смотря какая цель да но найти человека найти человека в целом трудно для отношений здесь даже дело не про сайта знакомств на сайте знакомств естественно сложнее твои бабушки а то бывают совсем тяжелые случаи на теневых форумах много всякой работы схем как белых так и серых в том числе попадаются и такие вот наборы в тиму я постился таким жирным предложением и заполнил в их телеграм-боте нехитрую анкету после которой мне написал какой-то анониме задавал еще несколько странных вопросов про мое прошлое сками наверно у нас довериться вот я или реальный человек ливичем не иначе как можно понять вопрос чти шваровские традиции вот она за кибер зона я бы сказал понимаете раньше они сидели возле подъездов и просто ходили по улицу с кривыми ёбами но теперь теперь они тоже оцифровались ребята и теперь вот вся вся штука вот здесь вот паровские традиции то уешники походу сидят итак мою заявку в будет ли отдельный видос и для больших видосов допустим по часу нет никогда ему одобрили до в две недели на первый результат ну типа шутка сосками там кого-то ну понимаете да испытательный срок собственно сама тима представляет из себя вот такой вот бот в телеграме который ведет на остальное управление мамонтами не нужны для ворка ссылки не судя по вот этому сообщению так сообщению по поводу банкира читаю в чате у них что восстановление будет два-три дня обещаю обещает все украденные бабки выплатить что у меня там украли и украли не знаю бот лежит сайт тоже что касается выплат за 6 14 января как меня в очередной раз заверил дроп сервис эти выплаты уже были вчера на банкире но их не успели выплатить а даже если бы успели с ними я бы ничего не сделал из-за додоса бит бит злато заебало всех понимаю я в той же ситуации на пока ничего не остается кроме как ждать то есть погодите это тех кто управляет мамонтами их тоже замамонтили это получается охотники на у про наху охотники на охотников на мамонтов понятно понятно да вот это иерархика сложную красиво это далеко не самых надежных да и в скамерских круг приветствую после постановка это детская бля якут за ты такой оторванный от реальности в некоторых моментах я просто не могу прям это любому клоуну известно что это есть и что это так уйблять даже не буду объяснять короче забей приветствую в последствии того что он украл кассу и отказался и возвращать его информация была перед на мамонтом которых он вбил на свою карту ближайшее время им будут заниматься правоохранительные органы либо сами мамонты советую всем почистить переписку с кищуком что касается выплат выплачиваю по мере возможностей есть есть трудности с локами на дроп сервисе которые как назло образовались во время всего этого бардака но выплаты будут кому-то раньше кому-то позже как знаете тоже есть кидалы кидалы которые кидают кидал я попал на стоящие красивое логово где все просто грызут друг друга и так значит я буду нагонять трафик сайта знакомств на фишинговый сайт а они уже под видом техподдержки будут выжимать из лоха все что возможно до последнего рубля за 1 2 билеты я получаю 75 и 55 процентов далее за обнал я отдаю еще 40 то есть если я кину 5 человек по идее разведу то есть их на 10 билетов где каждый билет где-то около 2000 стоит то есть всего я получу 20000 то после их процентов да еще и обнала получается я получу чистыми всего 5 400 или нет как-то не густо походу придется пахать там были еще и подобные посты с подобными мануалами о самом важном о социальной инженерии ведь на ней собственный построен этот скам но все вам показывать нельзя я там даже нашел кнопку управления мамонтами забудьте что скам это кнопка бабло если вы пришли сюда получить бабло на пару ашек и пойти на урок флаг в руки если вы пришли сюда зарабатывать работаете так как бы работали на заводе только на заводе и получаете 30 60 к а тут вы развиваете свой навык общения и с и и получаете стока плюс такая вот у них мотивация всегда до конца своих дней забудь пара кнопку бабло и и нет с этим я просто не могу не ну по факту там даже банкир ничего не выходила планет просто там же еще были каналы с выплатами где писали то сколько вывел и кто помогал в процессе короче и так все понятно я приступаю к работе я решил пойти по дышечку и не стал заводить кучу профилей как рекомендовалось мануалах там на маме бадула в плане и во всех соцсетях чтобы знакомиться в пабликах я просто завел профиль на табаре как-то давно я делал про эту клавку ролик аж двадцатом году что табару тут ты можешь вместе со мной посмотреть цыганские знакомства и кстати есть скипнуть видос чтобы секретный концов при этом видеть им замечательным к видным годам короче действую по мануалу зарегистрировался набрал фото рандомной красивой но простой девушки из нас ты кстати на сайте часть фоточек была заблокирована потому что не видно лицо для таких целей нельзя брать фото каких-то знаете сосочных с корни тут важна простота заполнял анкету все потому чтобы она не была пустой конечно же ставлю статус я много раз думал чем такого сделать но раз рост 165 вес 61 решил поставить вопрос что парням был нихуя начали диалог на бомба к не писать тупой также в описании намекаем что на первую встречу пойду на концерт или в кафе не надо меня и водить в мороз по паркам и так как это женский аккаунт мужики повалили пачками 9 уже написала это пипец конечно эти что у баб творится только профиль успел заполнить собственно тут и началась работа пошли ответы на однотипный привет как дела всяким телом который старше моего персонажа аж на двадцать лет боже мой сыгоди классно выглядишь ты чё там на фото жену свою обрезал или чё вот это короче моя анкета выбилась в топ и по ростову-на-дону переписка попадали всякие интересные тела вот это вот например залил фото в камуфляже войдем со снайперкой судя по прикладу это свдс или свдм тут его щеки игрушки вы стоят коробка от сухпая и елку украшен с гранатами при этом чел курс вагины завышен ждем андроидов которые буду можно будет трахать тогда у вагины будет инфляция сто процентов но мы уже это обсуждали это будет действительно габелла дети обещают что его приоритет мир во всем мире он добрый и увлекается моделирование сделаем ведь что поверили ладно какие этому 17-летнему ваню он прям выглядит моложе своего возраста блять чел на анкету в 17 лет прикиньте кого пытается захантить господи шпидафилу за парень наверное это жизнь в деревне делает тебя выглядящим как 47-летний мужик подобный джентльмен еще активно лайкал фотографии да и не просто лайкал оставил плюс 5 что могут делать только вип элитарные но это богач сразу видно в костюме свинишком то моя знакомая промышляла подобным и жаловалась то что это сложно потом ее наебали на сексе она залетела наебали на секс это что-то невероятно пользователи ну даже выглядит как вип элита и написал у меня еще под у меня секс карты украли теперь ребенка нашу стать своему вип элитному статусу симпатичная леди если кто-то узнал себя и своих знакомых извините я же не созвал мы просто развлекаемся мы просто орем с вами над феноменом вообще вот этой вот культуры тут дело не в вас все дело высокой эстетичности вот таких вот вот тут вообще вот фото абсолютно нормальные чел выглядит моложе и привлекательные что не могла не отметить ольга 59 лет это чё его мама что ли чего просто 30 лет как-то они не сходятся в возрасте да у женщины вон какие милые фотографии цветочек держит рядом телефон в чехле книжки прям вот все четко по канону то на отдыхе в поездке с цветами вот она в лондоне пожалуйста вот все пруфы есть я ходу она не его мама просто одинокая волчица ищет своего среди мужчин он отобряется реально красивая женщина сын даже написал что мать хороша он молодой какой-то чё у него шеи вы чё парень так специально фоткайтесь вот это вот вот это вот делай или ты так раскачал валяу реализирует оу да это просто мистер олимпия такая надо все время поддерживать вот эту форму это надо кучу времени тратить ради красивой внешности х в этом правильно ну и много еще тут нужно химии хуярится это нормально тоже деньги дужной наволочке министерство обороны понятно где он дисциплины там подхватил лиц и целей вообще реально эти девушку в интернете или все-таки стоит продолжить искать в р.л. ну конечно реально реально найти просто блин и р.л. и виртуально найти девушку нормальную то есть тяжело надо это понимать вот в и р.л. просто есть хуйня такая что в р.л. проще в том плане если ты общение девушкам общение с девушками тебя не ставит какой-то ступор то в р.л. проще потому что ты сразу видишь по факту человека и по факту можно при прийти кем-то действиям сходить кафе то есть сразу вот короче удобнее в ебучем интернете такая хуйня что у вас обязательно идет какой-то пиздеж пиздеж там еще чего-то пиздеж пиздеж но справедливости ради многих девок их самих заебало я когда вот сидел на этих сайтах там какая-то девочка напишет там лайк нет блять ты там не ответишь там привет там то-то сета и она прям сама пишет типа я не знаю гос ходим на каток как мне щит я не хочу это пиздеж типа вот дайте по сразу увидимся посмотрите далее ну то есть люди которых уже заебало это хуйня что надо постоянно пиздеть много пить встретиться они про сразу назначают встречу там каток какой-нибудь или там не знаю кафе или еще что-то буду какие такие там или в т.ц. как он тебя не знаю ну всякое такое вот про чтобы сразу познакомиться погулять и избежать вот этих вот диалогов в интернете так что дам или такого тела сразу же нашлись в комментариях она платит ну ну кстати когда я ходил но это мы не обсуждали типа я не просто поймите мне как бы блять купить человеку кофе и мороженое там блять или пирожок какой-то мне на самом деле пуха я не просто не хочу на эту тему разбираться в этом все дело то есть за эти 300 рублей вот мы же не в ресторан там сразу куда-то идем дорогой а просто погулять ну то есть пройтись там блять по москве я не знаю там еще что то есть это без какой-то цели без какие-то рестораны там или кафе это просто было как погулять пообщаться но пока гуляешь общаешься ну что там кофе выпить я не знаю кофе выпить блять с каким-то клером как бы блять и пиздеть за эти 300 рублей я не знаю ну хуй пхуй поймите похуй я какая-то боже 61 57 50-летней женщины ценят таких молодых влюбилась ну реально у него в комментах никого мол короче про взрослых девок я-то уже старый и мне бывает в к в к пишут мамы чита это не шутка там то есть ну как мамы блять мои ровесницы или чуть старше там например мне может написать там женщина тридцати пяти лет там тридцати двух там сорока тридцати шести причем какую-то в раху ню я скажу причем я захожу причем на их странице это не фейк то есть там норма все в порядке за пол страница там с кем-то общается и пишут комментарий к фотке типа хорошо выглядит сын типа надо будет еще увидеться там блять а как хуйня я захожу а там блять сын и сын извините за вы ебоны уже выглядит хуже чем я блять я такой ебаный ну типа о я не знаю я к тому что not написал допустим я бы ответил но как бы это выглядело даже и р.л. ну бля дело даже не в том что там возраст плюс минус одинаковый там или еще что-то ну блять мы ну мы вообще выглядим из разных вселенных я в плане того что но не подходим визуально даже ну ну никак блять ну никак а ты замечаешь такое да да что чем старше ты тем порог женщин уменьшен уменьшается ну типа вот 40 лет уже и норм вполне нет я не замечаю этого я мне нравятся только молодые девушки и наверно я не знаю сейчас правильно меня поймите я многие могут воспринимать это как вы ебоны но вполне вероятно в чате такие же люди есть просто знаете наверное какая хуйня дело в том я я я на сейчас скажу на самом деле базу я думаю что то как вы воспринимаете некоторых женщин еще очень сильно знаете от чего зависит от того как ваш выбор ограничивается в виду вашей позиции по отношению к женщинам ну например когда вы уже на прибыть очень плохо выглядеть очень старая вы к бы абсолютно понимаете что там с киньто молодыми красивыми девушками но у варианты очень уже редки вам надо либо быть очень богатым либо очень богатым и понятное дело вы их уже начинаете даже автоматически начинаете не рассматривать и у вас уже другой порог рассмотрения и поэтому вы из этого порога уже смотрите на 40 летнюю женщину и уже там начинаете разбираться какая из них заебись какая не заебись блять ну типа того этого знаете какой отличный пример когда вы подросток например вам там не знаю 14-15 лет вам нравится ровесница но когда вы выросли вам они нравятся перестали то есть он нравится другие и дело здесь не только в запрете а в том что вы наконец-то можете нормальные отношения построить с полноценной девушкой взрослой которую уже можно делать ну понимаете о чем я вот я думаю что на самом деле это сильно от этого еще зависит понятное дело ты в принципе взрослеешь и у тебя меняется восприятие это понятно но еще очень сильно зависит конечно от того что ты можешь себе позволить вот вот бля буду вот отвечаю это знаете вот какая хуйня вот олигархи например это такой утрированный пример который там ебут фотомодели и так далее ну вот он например ему там не знаю 50 он олигарх но вы же понимаете что он даже не рассматривает практически таких женщин он он вообще в другой сфере крутится он даже об этом не думает потому что у него есть доступ к молодым девушкам и он как бы знакомиться и делать он как бы даже не думает об этом то есть у него нет такого понятия типа блять выбор уменьшился мне нужно сороковки он не думает потому что он могут он может встречаться с молодыми девушками да вот вот тут такая же хуйня а вот если ему убрать этот ресурс то есть сделать так что молодые девушки к нему не пойдут потому что там денег нет а внешне он не вытягивает да как бы блять то он естественно начнет по-другому мыслить вот у меня такой фишки нет по крайней мере пока ложе 45 не так что качаетесь пацаны в качалках будете бабушками мамам ваших друзей потом нравится алла 55 них у аллы строгое выражение лица какой-то симпатюля знать кого мне напоминает алла бременские музыканты главу разбойниц помните блять это пиздец это 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 она походу немножко постарела отвечаю брови такие же жирные черные прическа похоже ну лицо конечно не похоже ну там простая анимация была но образ в целом узнаваемый кюля для этого все дел а там аншида кому-то повезет с вами обитальцев табора можно отнести знаете какому-то арт-хаусу искусству которые могут познать бля вот там чел на фоне мэрса стоит такой салоне судя по количеству диалогов можно понять сколько предстоит работы но я начал со всеми по серьезному общаться без каких-либо приколов как некоторые сами нас спрашивались на встречу так что даже врать мне не пришлось куда у вас можно сходить хорошо отдохнуть стендапы приезжают театр есть можно и просто пойти поездили в тальянную пойти или кино вариантов масса так что несколько человек а специальный профиль чтобы продолжать вливаться пак голосовых сообщений женским голосом чтобы уж точно мамонт повел вот это вот это мое почтение подход воистину серьезный да подход воистину серьезен в разговоре расскажи мне очень интересно все дошло до того самого момента где я и скидываю один из фишинговых сайтов мамонту для этого я бля у меня кстати говоря одна история у меня я кстати ни разу не нарывался на скам вот такое чтобы когда сел на сайт знакомств чтобы не писали там что-то просили перевести деньги или еще чего-то однако самая приближенная к скаму хуйня которая у меня была мне один раз написала проститутка да знакомство написал мне писал проститутка начала общаться такая говорите по блядь ну короче говоря короче говоря типа вот можно поебаться за бабло я я и пишу блядь слушаю при всем уважении я разве похож на тело которому надо платить деньги за секс она мне отвечает но вообще нет я говорю понятно антка ну ладно типа но если чего вдруг то типа блядь пиши да вот эта хуйня но это было а в чем скам ну низком но типа из таких вот из такой вот истории которая не от так сказать такая ну скользкая но я не знаю как это ну вы поняли но из таких вот такая вот какая-то хуйня короче да вот 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 была такая штука просто выбираю в боте подходящие суки я отправляю лоху сам сайт выглядит вот так вот все довольно хорошо сделано прям даже и не докопаться слушать в разделе гости даже поперечный висит видимо выступать приехал есть афиша мероприятие чуть ли не на каждый день проделано короче много работы да сразу видно вообще нет претензий к ничего вот тут мамонт выбирает нужное мероприятие заполняет все данные вводит места переходит к оплате мне же в боке видно его фил его и телефон чем там как делает что вводит и вот когда он перешел к оплате тут даже есть вариант оплатить банковской картой так и даже перевести через сбп по номеру телефона все так-то реально очень естественно выглядит хотя сбп генерирует к его ркод но мама тут и не поймет о чем подвох в 22 00 начало ты готова какой ряд брать какие места я хозе где лучше где хуже и вот точно так же и развели нашего подписчика аж на двадцать шесть тысяч спасибо ему что накатал на 26 меня вчера очень грамотно развели на 26 тысяч как-то могу как это было могу написать подробнее если интересно вот ссылка на сайт развода ходит чтобы другие люди блядь он там решил для первого свидания выкупить кафе целое или чё блядь я просто что для первого свидания что на 26 тысяч рублей можно купить на первое свидание с незнакомым человеком это какой-то концерт леди гаги в первый ряд я блять не знаю два билета я просто хз стендапы дорогие вроде стоимость стендапа зависит от выступающих билет на стендап стоит от миссии от восьмиста рублей до пиздец разъебных стендапов блять там на первом ряде в каком нибудь зале полноценном они в кафе где часто выступают но может доходить до семи с половиной тысяч рублей за первый ряд на какого-то действительно и известного комика либо группу очень известных комиков еще есть вариант с депозитом там я не знаю стол можно да как бы взять когда компании там может быть цена там 15 20 тысяч рублей но в депозит включена еда напитки и все остальное то есть это не за проход это как бы ты эти деньги прожрать должен еще я не знаю просто что как бы какие стенды для чел тощи чем такую вот портянку где рассказал как его ты видел цены на большой театр и поднёс кусков за билет но здесь же до большом театре блять речь идет ты видел цены на аренду макларен блять ты видел центра на прогулочную яхту на неделю блять чела причем тут вообще все это я не понимаю там ободрали вот через а нет он не он не читал спасибо ему что накатал такую вот портянку в общем решил забронировать место на сайте но прикол в том что ссылку скинула девушка с которой не дал нет недавно недавно познакомился сказала давай сходим туда мы с подругой были как-то мы с подругой были как-то там интересно но возможно она по неопытности нашла этот фальшивый сайт я долго не думая забронировал место но случайно не то место стоило 3 300 так потом я написал им поддержку и сказал могу ли я отменить бронь и выбрать другое место мне ответили конечно деньги за бронь первого билета придут как купите другой он так покупал пока 26 тысяч не потратил потом этот человек пишет следующее да нужно сказать вот еще что про техническим причинам оплата не работает и в общем далее реквизиты карты мтс банка что просто на карту им переводить деньги но это еще ладно вот что произошло далее чувак пишет дальше у вас будет возврат возврат средств после подтверждения транзакции положите на карту 6600 и деньги вернут вам на счет все как написал парень очень грамотно развели реально охуеть запутаться очень просто особенно вот с этой хуйней что положите на карту 6600 и деньги грунт вам на счет вот это вот это прям реально тут я даже сам охуел не понимаю даже дедут развод эти вот ободрали вот через такой вот так но ничего далее он сказал 13 200 нужно положить и придут деньги ведь шутка какая-то вы знаете я бы никогда не мог не смог быть с камерам таким знаете почему потому что я бы в жизни не подумал что это хуйня может прокатить ну типа блять вот так вот вот так вот написать вот так вот вот я я даже бы я даже бы подумал чтобы я после этого просто нахуй пошлют сразу и скипну то есть я бы реально я бы даже не подумал что такую хуйню можно высрать и реально кто-то скинет то есть я даже даже ладно 13 200 нужно положить и придут деньги общался адекватно адекватно так с грамотными речами я понял что развод сказал ему об этом потому потом он связал меня с менеджером как бы мне объяснили что чтобы вернуть средства в мтс банки вам нужно сделать две транзакции еще непонятно для чего ты нет недооцениваешь человеческую тупость видимо в общем в общем 5x поддержкой в общем в общем мне очень обидно что я попался на такой спокойный раз в случае напишет я это мамон когда ему сообщу что не смогу пойти в субботу давай мол перенесем встречу на воскресенье так его в чате будут адекватно грамотно развели до давным-давно меня наебали на 38000 когда я хотел ps4 купить обычно на изи мошенников вижу но там прям как лох слепой себя повел потом так дурно было ну да обычно ты видишь мошенников она и заметно как можно блять наебаться с покупкой ps4 то есть я я вот ты реально нашел по маленькой цене или просто я я как бы хз почему нельзя воспользоваться каким-то яндекс маркетом которые у которых каталоги блять магазины у которых там по 100 тысяч отзывов буквально там по 50 по 30 тысяч отзывов по 10 тысяч отзывов которые аккредитованы яндексом и выбрать среди них низкую цену и заказать ну то есть я никогда не по это как вообще за или что это ты решил кого-то с авито купить или я не знаю или как вообще я просто я не понимаю дорого видимо ну вот я знаю что он скажу скупой платит дважды это хорошая поговорка из когда придумали ее наши деды еще до нашего рождения и она очень часто очень часто очень в тему просить купить еще билет и только после этого можно будет вернуть предыдущие деньги и он даже так я же отправил на карту мтс аж только шесть 600 через номер у меня не выходит только по карте про спасибо напишет буквально этой неделе меня на одном стриме наебали на 250 тысяч я был уверен что все будет честно так как уже давно свяжу за этим стримером но два долбоеба скинули по 7 500 и я проебал ставку на 200 тысяч коинов естественно потом будут просить еще заплатить нельзя какую-то билиберду есть проблема со стороны эквайринга ну конечно же еще с вообще никого не обманул меня клавиатура отключилась оператор напишет что надо верифицировать кто сейчас не понимает о чем речь вчера я играл в язык у нас были коиновые ставки два шейха скинули мне по 7500 чтобы я короче 15 тысяч не прислали и сказали чтобы я проебал катку и прикиньте меня клавиатура отключилась на боссе я про его я для а а а а возраст средств отправить эквивалент и тогда уж средство точно зачислиться на счет потом его переведут на менеджера точку мы просто реально в чате дали какую-то ссылку в телеграм где грамотно и на вы с ним общаясь попросили его пополнить свою карту и делать еще транзакции что и делал наш подписчик но переведя всего в общем 26 тысяч он только тогда понял что это развод только от мамонта зависит на какой сумме он остановится так вот точно по такой же схеме еще и театры во всех возможных городах с выбором спектаклей а у меня кстати есть история где меня чел один раз по наебал на что-то на 300 или 500 рублей но как наебал там была ситуация короче очень веселая это была времена еще в мании когда через в мане там можно было купить всякие там ключи еще чего-то и значит у меня была следующая схема я особо не смотрел отзывы и так далее мне было посрать вы спросите почему потому что у меня был я не помню как этот статус называется короче у меня был один из самых высоких статусов он и сейчас есть в мании и еще огромный был прям огромный большой очень недавно не 100 не 200 не 1000 это просто аккаунт который мы использовали еще времена карамы поэтому там большой был короче что произошло я ему перевел деньги кого не было бы что-то похую и и он как бы пропал я не помню что я покупал короче он пропал блять я ему пишу нормально чел блять ну типа либо ключ и допустим пусть быть ключ я не помню ну липте пизда он кого молчит в в мане очень крутая система короче говоря не знаю как сейчас но раньше была такая что если есть аккаунт с высоким статусом и высоким bl и он жалуется на аккаунт который имеет меньше статус или меньше bl то аккаунт мгновенно блокирует запрещают прием и вывод платежей у тебя все бабки замораживаются пока не решится вопрос заявителям и в этом во всем не пойдет разборка и ничего не сделается делается это мгновенно то есть просто мгновенно ты пишешь и все и сразу блокирует вот этот чел такой сразу бля блять отзови пожалуйста жалобы все-все короче говоря скинул мне бабки обратно вот такая вот история наверное это уже было сколько много много времени назад пиздец опять до отрежает но раньше было так сейчас я не знаю как у вебмани то есть часто так работает или не работает хз ноут раньше это работало именно таким образом очень ну все время так работала сейчас хз кальяны и с лаунж комнатами где можно заказать даже еду и кальян уют на тесной обстановочке где можно посмотреть кино выбирает указал по карману я оплачиваю любой сайт на любую тему может быть но чё там он походу уже и билеты купил клоуна сейчас чуть ты не стал я тебя хотел развести это я с тобой общался и на сайте тоже я с тобой общался так что начал скажи спасибо что остался при деньгах давай-бывай на самом деле развести можно огромное количество людей я не знаю если сидеть целыми днями да даже не целыми днями по восемь часов в день на на итога и в итоге вместе в за месяц я думаю на скамить можно просто пиздец сколько людей вот он на двадцать шесть тысяч раскрутили но судя по сообщениям в тиме скам этот жив он работает много лет и работает по сей день и будет успешно работать дальше принося мошенникам денежки так что я надеюсь вы ребята не попадетесь на такие вот уловки мошенников блин как будто немножко не докручено я к тому что я думаю сейчас еще будут какие-то примеры и так далее но ну ладно он кого просто показал на одном примере как это работает но окей но окей но в целом видос был интересный